Пока глава Башкортостана восстанавливает свой душевный баланс в теплых и ласковых водах Персидского залива, в Башкирии бушуют нешуточные страсти и даже происходят драматические события. Но начнем мы сегодня с того, что касается не только всех жителей Башкортостана, но и вообще всех жителей Российской Федерации. Начнем мы с того самого пресловутого закона о Куар-кодах. Поначалу Государственная Дума Российской Федерации вознамерилась по-быстрому, как обычно, впрочем, принять закона о Куар-кодах и окончательно узаконить массовое и всеобъемлющее ограничение граждан в своих свободах и возможностях. Но что-то подсказало, видимо, какой-то инстинкт самосохранения подсказал думцам о том, что нужно бы, пожалуй, расширить круг ответственных за это деяние, и они спустили закон на согласование в регионы. Текст закона раздали парламентам регионов и республик и попросили как бы обсудить с как бы народом вот это все вот, весь этот текст. Ну, мы помним, что такая же история случилась с поправками к Конституции, когда Государственная Дума не стала утверждать текст и количество этих поправок самостоятельно и передала это все как бы в регионы, а регионы, весело подбрасывая воздух чепчики, согласовали и все одобрили. Создается некая иллюзия всеобъемлющего согласия с каким-либо решением, и вот с QR-кодами произошло примерно то же самое. Не минула чаша сия и республику Башкортостан, нас тоже попросили согласовать закон о QR-кодах. Но, как известно, чем ниже спускаешься по вертикали власти, тем толще партизаны и меньше у них мозгов. В общем-то, задание сделать все красиво и тихо башкирский парламент, прямо скажем, провалил. Несмотря на то, что в итоге, конечно, они все приняли, мы насмотрели столько интересного и много интересного узнали о конкретных личностях в этом парламенте, что не поговорить об этом, пожалуй, невозможно. Складывается ощущение, что Константин Борисович Толкачев задание и вовсе не понял. Потому что, комментируя закон о QR-кодах, Константин Борисович сказал чистую правду, что случается с ним крайне редко. И в этот раз эта правда звучала следующим образом. Цитирую. «Куар-коды не столько про ограничения, сколько про свободу». Конец цитаты. По сути, спикер башкирского парламента признал то, что QR-коды вовсе не преследуют целью помочь оздоровлению нации и окончанию пандемии. QR-коды – это грозный механизм, который надолго, на неопределенный срок вводит всеобъемлющие ограничения, а вернее сказать, возможности этих ограничений. При помощи этих механизмов можно будет ограничивать перемещение граждан, можно будет закрывать и открывать города, можно будет прекращать транспортное сообщение внутри страны и вовне. В общем, много чего можно. И действительно, тут я полностью согласен с Константином Борисовичем, что QR-коды – это больше про свободу, чем про ограничения. Комментируя закон о QR-кодах, предельно искренне высказалась депутат Государственной Думы Римма Утяшева. Она не говорила о болезни, о пандемии, она не говорила о специфике заболевания и его передаваемости. Она выразила напрямую недовольство гражданами. Я бы сказал, недовольство холопами. Процитирую Римму Утяшеву. «Человек не понимает законы, пользуется нашими благами, пенсию получают, даем ему работу. Пусть такой человек оберегает себя дома, он может быть опасен». Римма Утяшева искренне уверена в том, что именно она почти что из своего кармана выплачивает пенсию, зарплату и дает работу людям. Очень быстро произошла вот эта метаморфоза с вчера еще депутатом Госсобрания, а сегодня уже депутатом Государственной Думы Римма Утяшевой. Честно скажу, относился всегда к ней с глубоким уважением, но теперь это уважение стремительно тает. Человек явил нам свое истинное лицо. Мы холопы, мы несносные дворовые, которые не хотят исполнять то, что им велено, которые имеют наглость требовать еще и медицинского обеспечения, на которых Римма Утяшева, судя по ее словам, тратит огромные деньги и усилия. В общем, вот примерно так выглядела агитация со стороны новоиспеченных депутатов Госдумы. Но круче всех агитировал за QR-коды доктор медицинских наук, ректор Башкирского медуниверситета, практикующий врач Валентин Павлов. Послушайте, что он сказал. По сути, доктор медицинских наук объяснил нам, что вакцинация без QR-кода не работает. Если у вас есть QR-код, вы уверены, что вас никто не заразит, вот так вот Валентин Павлов, доктор медицинских наук, излагает ситуацию. Гражданин Павлов, у меня к вам вопрос. А вы действительно доктор? Или вы просто нас идиотами считаете? Вот тут ведь одно из двух нужно выяснить. Или проверить квалификацию этого гражданина, или убедиться в том, что всех остальных доктор наук считает абсолютными идиотами. Ну, в итоге, конечно, закон о QR-кодах приняли. 76 депутатов проголосовали за. 32 из них были или против, или воздержались, или вовсе отсутствовали на заседании. Но, собственно, никто не сомневался. Пробивная способность Ядросовского большинства и в региональных парламентах, и в парламентах республик, и в парламенте страны в конечном итоге, конечно, имеет абсолютно смертоносную силу. И вот теперь я абсолютно не сомневаюсь в том, что закон о QR-кодах у нас в ближайшее время, где-нибудь в 20-х числах декабря, будет окончательно принят. И мы уже будем оценивать последствия этого закона, чем это нам чревато, куда нам теперь нельзя, и при каких обстоятельствах нынешний режим может воспользоваться вот этими вот теперь уже законными основаниями для ограничения наших свобод. Совершенно неожиданный скандал случился на прошедшей неделе у нас в правительстве. Министр финансов Лира Закуановна Идгисамова выразила бурное недовольство тем, что во время принятия бюджета республики Башкортостан ей не было уделено должное внимание со стороны журналистов БСТ. По мнению Лиры Закуановны, несносные журналисты башкирского спутникового телевидения снимали всех, кого попало, но только не ее. Лира Закуановна же в этот же момент абсолютно убеждена, что в такой прекрасный день, как день принятия бюджета республики Башкортостан, только ей должно быть посвящены все камеры БСТ, только ей должно быть уделено все внимание, и она была в общем-то в ярости. Собственно, я присоединяюсь к праведному гневу госпожи Игдисамовой. Она действительно очень красивая дама, и на мой взгляд со стороны БСТ, да и собственно, наверное, кинокомпании Башкортостан, огромное упущение не уделять ей должного внимания. Я считаю, что нужно по-быстрому и за счет бюджета замутить двухсотсерийный телесериал, где Лира Закуановна будет естественно в заглавной роли. Рабочее название для пилотных серий я тоже могу предложить. Например, такие. Деньги – это зло. Кручу-верчу, запутать хочу. Все вокруг дураки, зато я красивая. Ну и так далее. В общем, конечно, если всерьез говорить, то, судя по всему, капризам наших министров нет предела, и мы еще, наверное, не такое увидим. Ковидная пандемия продолжает приносить нам трагические новости. На прошедшей неделе, 24 ноября, умерла Земфира Латыпова, председатель Верховного суда Республики Башкортостан. Умерла от коронавируса, умерла в РКБ-2, умерла вакцинированной. Все в точности по сценарию экс-мэра Стерлитамака Куликова. Я не стану комментировать связь между смертью от ковида и вакцинацией. Судя по всему, она до сих пор, эта связь, не прослежена и не доказана настоящими учеными, а я вовсе не ученый. Но вот такова действительность. Радий Фаритович не приехал на прощание со своей протежею. Именно он способствовал восхождению госпожи Латыповой на Олимп башкирской судебной власти. Но мы знаем, что Радий Фаритович занят, он купается в Персидском заливе. Мэр Уфы Сергей Греков на этой неделе чудил люто, как всякие отлученные от Галаперидола. Сначала он заявил, что начинаются выборочные проверки QR-кодов в транспорте, потом он их отменил. Далее он без объявления войны начал увольнять младший персонал мэрии. Потом заговорил о пользе убитых автобусов, которые можно купить в Москве и тем самым оживить общественный транспорт в городе Уфе. Ну а закончил Сергей Греков и вовсе заявлением о повышении стоимости проезда в транспорте города. В общем, конечно, наблюдать это было очень-очень тревожно. Тем временем перепуганные подчиненные Сергея Николаевича, кто прятался, а кто вовсе уехал, вице-мэр Марат Гайфулин, не проработав и полугода на своем новом месте работы, отбыл на отдых, как говорят, на далекие теплые острова. Вообще молодец Марат, находчивый, смелый, видя, что начальство не в себе, собрал вещички и свалил на Сейшелы. А город тем временем продолжает наблюдать результаты вот этого управления в кавычках господина Грекова. Простых жителей мало интересуют истерики Сергея Николаевича. Их интересуют дороги, их интересует отопление, освещение дворов и улиц. Их интересуют такие простые, очень неприятные для господина Грекова вещи. И вот то, что, например, наблюдают жители улицы Комсомольской, которая 20 ноября должна была быть полностью сдана после так называемой реконструкции, вот это, конечно, вызывает удивление. Жители улицы Комсомольской мне на этой неделе прислали фотографии, то, как выглядит под снегом сама проезжая часть и прилегающая территория, и даже под снегом, который скрывает очень многое, мы видим, что там все не в порядке. Вот если это, то, что мы видим на фото, и то, что вы сейчас видите на фото, и есть принятые работы по реконструкции улицы Комсомольской, если вот эта мэрия наша приняла, то, простите, можно почитать техническое задание. А если мэрия все еще не приняла работы, то как там насчет сроков? 20 ноября, это был окончательный, последний, самый последний из крайних сроков. В общем, по улице Комсомольской много вопросов, ровно как и по улице Бульвара Ибрагимова, но, собственно, не это, видимо, на первом месте в сознании господина Грекова. Что-то очень сильно его беспокоит, очень его будоражит, но я даже подозреваю и могу предположить, что. Предполагаю, что же беспокоит Сергея Грекова, я осмелюсь высказать такую мысль. Мне кажется, что его беспокоит решение Нижегородского суда. То самое решение Нижегородского суда, о котором мы начали говорить на прошлой неделе, в минувшую субботу, в прошлую, и, наверное, продолжим говорить на этой неделе. Дело в том, что, когда мы обсуждали, что Нижегородский суд принял такое совершенно необычное решение, неожиданное решение, отменив несколько постановлений городского совета, постановления, касающихся изменения статуса земель, мы гадали, к чему и каким последствиям может это все привести. Предполагали, пытались консультироваться, и вот на этой неделе стало понятно, что, собственно, нам несет отмена тех решений, которые были приняты в Нижегородском суде. Напоминаю, что суд отменил решение Горсовета и мэрии Уфы из-за множественных грубейших нарушений, с которыми они были приняты. То есть, прокуратура обратила внимание на эти нарушения и нашла основания для отмены этих решений, а суд поддержал прокуратуру. Так вот, что случится в результате этих изменений? Например, один из участков, отведенный застройщику ранее, был переведен в другую категорию, и там должен был быть построен городской сквер. Так вот, теперь этого сквера не будет. Не будет школы в районе парка Гафури, там останется лес, как было изначально до отмененного постановления, а школа, собственно, этому перенаселенному району очень нужна. В Черниковке планировалось построить ветеринарную клинику, и эта ветеринарная клиника теперь построена не будет, потому что землю опять вернули в предыдущий статус. Шакша не получит долгожданного спортивно-здоровительного центра, подвисает строительство медицинского центра в районе парка Кашкадан. Строительная компания «Садовое кольцо» под горячую руку лишается того компенсационного участка, который она получила в рамках масштабного инвестиционного проекта в районе улицы Авроры. Вот на последнем пункте хотелось бы остановиться, потому что именно лишение «Садового кольца» вот этого участка повлечет за собой целую череду дальнейших последствий. То, что жители где-то там не получат новый парк или сквер, это, конечно, печально, а то, что «Садовое кольцо» не получит вот этот участок, это уже трагедия. Я объясню почему. Если город не выполнит своих обязательств по масштабному инвестиционному проекту, заключенному с «Садовым кольцом», то застройщик попросту не сможет исполнить и своих обязательств. А речь идет о достраивании домов, которые не достроил горе-застройщик господин Бадиков и его компания «Госстрой». На данный момент, пока строительная компания «Садовое кольцо» продолжает исполнять свои обязательства, на строительных площадках домов госстроя идут работы, но мэр Уфы Греков делает вид, что он вообще не мэр того города, в котором мэром был господин Мустафин, просто названия совпали. И Греков старательно делает вид, что он не имеет никакого отношения к тем обязательствам, которые брал на себя господин Мустафин и его мэрия. Ну, однако, всем же понятно, что нынешние мэрии и мэрии Мустафина это, по сути, одно и то же, и что есть понятие правоприемничества, и рано или поздно придется по своим обязательствам отвечать. Вопрос только в том, как глубоко зароют эту проблему нынешний мэр Уфы и его сподвижники, соратники и сотрудники. Вопрос в том, насколько безнадежной станет ситуация в строительстве объектов госстроя, а вернее, достраивания этих объектов. И вопрос в том, насколько безысходной станет судьба дольщиков госстроя и людей, которые подключились к финансированию объектов строительного кольца. Вот в этом только вопрос. Прятать голову в песок – это вообще не выход. Но пока мэрия Уфы и администрация республики занимают вот такую позицию. Никаких комментариев, никаких действий. Все чего-то ждут. Чтобы уж совсем не нагнетать обстановку и не делать наш сегодняшний выпуск не просто печальным, а страшным, я в конце выпуска поговорю о смешном. Хотелось бы поговорить о том, что чиновники республики Башкортостан как-то очень уж превратно понимают конкуренцию с соседним Татарстаном и особенно превратно эту конкуренцию воспринимают понаехавшие в обозе из Красногорска. Я имею в виду тех, кто по сути никакого отношения вообще к республике не имеет. Тех, кто никогда не вникал глубоко в взаимоотношения двух соседних братских республик. И вот на минувшую неделю произошла одна абсолютно комическая история. И комическая история это лежит в плоскости высоких технологий. У глобальной интернет-компании Яндекс есть интернет-помощник по имени Алиса. Многие им пользуются, многие с удовольствием им пользуются. И вот у этой самой Алисы появилась на прошедшей неделе новая функция. Это функция прямой связи с системой инцидент менеджмент. То есть теперь в речевом формате через Алису можно записать и передать обращение к органам госвласти. Очень интересное технологическое решение. И вот на прошедшей неделе некая, пока нам неизвестная Елена Прочаковская, решила протестировать эту функцию. И через Алису пожаловалась почему-то на органы госвласти Татарстана. Причем то, как она сформулировала вот эта самая никому не ведомая Елена Прочаковская, как она сформулировала свои претензии, без смеха воспринимать нельзя. Активная гражданка Прочаковская буквально заявила следующее. Мне не нравится, как работают районы в Татарстане. Конец цитаты. Ну, во-первых, начнем с того, что это типичная чиновничья лексика, потому что вот чиновники, они на автомате по привычке в районы, в районы обратиться к районам. Это может означать многое, например, там поговорить с главой района. Но это типичная лексика чиновничья. Я пока не утверждаю, что Елена Прочаковская, которая воспользовалась вот этим Яндексом, это та самая Елена Прочаковская. Но давайте дальше. В этой функции, когда человек передает какое-то сообщение, какую-то жалобу через Алису, нужно указать свой адрес, и Елена Прочаковская указала несуществующий адрес в Татарстане. Причем улицу, на которой она якобы проживает, она назвала Аватарской. Ну, суть по всему, Елену Прочаковскую очень вдохновила забота Владимира Путина об аватарах в метавселенных, и теперь это слово глубоко засело в ее сознании. В общем, вот мелкие подлянки соседям, судя по всему, и есть стилистика конкуренции между Башкортостаном и Татарстаном в сознании некоторых башкирских чиновников. Если вот эта Елена Прочаковская, которая написала вот это сообщение в Incident Management через Яндекс, и есть та самая Елена Прочаковская, это вообще отдельный разговор. Но самое смешное, что та Елена Прочаковская, которая сформировала вот эту жалобу, абсолютно не разбиралась в информационных технологиях, и не знала о том, что Яндекс фиксирует ее учетную запись, и те, кто получат эту жалобу, будут видеть, от кого она пришла. В самом верху интернет-протокола этой жалобы видно, черным по белому написано, Елена Прочаковская, собака Яндекс.ру. В Татарстане, конечно, смеялись очень громко, очень громко. Смех был слышен даже в Уфе. Такого казуса, такого бесстыдства, конечно, со стороны, по сути, мелкого чиновника башкирской администрации, наверное, никто не ожидал. Автор этого обращения уже превратилась в мема в среде специалистов в Татарстане. И если действительно вот эта Елена Прочаковская, это то же самое лицо, которое у нас возглавляет управление по социальным коммуникациям, то это, конечно, для нас большая проблема в том смысле, что, ну, во-первых, у нас работает абсолютно некомпетентный человек, такой можно будет сделать вывод, а во-вторых, что нам потом с этим делать? Госпожа Прочаковская рано или поздно, желательно, конечно, пораньше бы, отчалят из республики. Она как понаехала, так и съедет. Она здесь на заработках. А мы останемся с теми отношениями, которые она создала, в том числе и она, с соседним братским Татарстаном. Всякие Бадрановые, всякие Прочаковские и прочие понаехавшие, по-моему, поставили себе задачу окончательно нас рассорить с соседями. Допустить этого никак нельзя. Нужно понимать тот колоссальный вред, который несет напряженность между соседними территориями. Но, к сожалению, они преследуют иные цели и задачи. Я имею в виду тех, кто вот это все практикует. Но, в целом, вот эта история, конечно, она как смешная, так и трагичная. Если вы ждали рассуждений о ситуации вокруг Моргенштерна, то это не сегодня. Я специально отвел понедельник для специального отдельного выпуска о Моргенштерне. Во-первых, не посторонний нам человек. Во-вторых, действительно яркая история. Так что к понедельнику будут ясны все обстоятельства того, как все сложилось и как все происходило. И мы поговорим об этом отдельно и подробно. А еще анонсирую завтрашний стрим. 47-й стрим Открытой политики. Завтра в 9 часов вечера, как обычно, начнется. Вопросы к стриму присылайте в комментариях к этому нашему сегодняшнему видео. Я их обязательно все прочту. А завтра в 9 часов, милости просим, подключайтесь к стриму Открытой политики. Поговорим. Возможно, в ходе общения возьмут еще какие-то вопросы. Буду рад всех видеть. Надеюсь, что в этот раз на стриме будет так же многолюдно, как и в прошлый раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!